Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаются наши новогодние эфиры. Как вы понимаете, не хочется говорить о каких-то проблемах в это время. Хотя наверняка они будут всплывать в нашем разговоре, даже когда мы приглашаем сюда студию поэта-человека творческого. Хотя в этой творческой судьбе было много своих интересных направлений. Андрей Бабин в студии, председатель клуба люберецких городских поэтов «Старый кот». Здравствуйте, Андрей! С Новым годом наступившись! Благодарю! Для поэта же это важно! Знаковый момент. Это прямо отрубает старое и возвращается старое потом, когда снова проходит кусочек жизни. И получается, отрубив старое, появляется новое, которое снова становится старым, снова проявляется потом. Ну, это стандартная ситуация. Ну, вот, знаете, мы ведь в 2019 году, когда за столом сидели, как обычно люди говорят, всегда, в любой семье обязательно, если кто-то скажет, такой тяжелый год был, давайте скорее его проводим, и вот 20-й будет таким хорошим, прекрасным. Ну, вот это до весны был прекрасным, потом дал жару всем. Я к чему веду? Нету у поэтов, вообще у поэтов, как у таких внимательных наблюдателей, желания написать стихотворение про 20-й год, про вот то, что произошло с нами со всеми? Или оно может прийти позже? Или кто-то уже, может быть, даже успел набросать какие-то строки на эту тему? Да, дело в том, что у меня в моем клубе больше 30 авторов, которые живут в разных городах, но из них 20 человек живут поблизости. У нас очень много талантливых людей, и они пишут именно вот в таком стиле. На злобу дня? Нет, это проявляется у них. Потребность такая появляется, что необходимо. Да, выплеснуть, выплеснуть, и иногда поделиться. Здесь получается, что если человек поделился, он от себя подарил, и в то же время от него не убыло. Выходит, очень интересная, сложноватая для меня ситуация. Я как председатель, ну, стою, скажем так, на мостике корабля, и сам иногда толком не знаю, куда плыть. Я знаю общее направление, понимаете? Я вот сам так не могу писать, как мои авторы, мои друзья, мои подруги. Наверное, у каждого свой подход. У своей, так сказать, наверняка вопрос, который вам задавали, мы сейчас обязательно о клубе поговорим, потому что само по себе интересное название, и само понятие клуб поэтов сегодня для многих кажется каким-то таким неожиданным. Скажите, у вас муза-то есть своя? Я имею в виду муза творческая, даже не в человеческом, как у Высоцкого, да, немножко посидела и ушла. Вот приходит к вам что-то, откуда приходит, вот, как вы говорите, у меня по-другому, хочется что-то написать. Как это происходит? У меня некое ожидание появляется, и музы, как таковой, в принципе, у меня нету. У меня это состояние, состояние, наверное, полёта или парения, такого, знаете, резонанса с миром. Вот резонанса. Я вот, например, больше всего люблю писать любовную лирику. Про войну я сам бывший военный, у меня звание капитан, мне дали капитан 25 лет, да, то есть я ещё маленький был. Но вот это состояние у меня тоже осталось. Я не люблю про войну писать. Ну, это, кстати, и Великую Отечественную войну, но очень многие поэты-фронтовики тоже не особо любили эту тему. Да, я не очень. Знаете, какой, кстати, самый мой любимый стих про войну из моих? Какой? Он называется «Не надо рассказывать». Не надо рассказывать. Хотите прочитать? Давайте. Не надо рассказывать. Ладно, всех это опять напугает, ведь там это так непорадно. Всегда он за всех умирает. В рассказе моём пьяном снова, где прошлое катится плавно, без водки не выйдет толково, ведь там это так непорадно. А там и клыки, и кости уснули в пыли у дороги, и мёртвые камни, и гвозди по-прежнему целятся в ноги. Там ветра не выпито капля в помятой царапанной фляге, и в небе купается цапля. И строчка на смятой бумаге, и письма туда не доходят, туда не хватает тропинок. Там призраки юности бродят осколками тоненьких льдинок. Ну, это... Да, это можно сказать, если такое, конечно, человеческое сочетание, военная такая лирика, да, в какой-то степени, если можно соединить два этих слова. Но теперь, наверное, правомерно спросить, да, вот сейчас для тех зрителей, которые, может быть, не знали, вот, думаю, у тебя будет поэт, сейчас будет читать си, и вдруг, да, капитан, а вы знаете, что... Капитан ВВС. Я не обычный капитан, извините, что вас победил. Иначе просто, понимаете, так получилось, что... Вот почему я председатель клуба, да? Потому что всё у меня не так, как у всех. Ну, это в хорошем смысле слова. Нет, это и в разных смыслах. Вообще прям всё не так. Так. Вот. Почему, например, я... Так вышло, что когда случилась беда с Советским Союзом, наши базы остались на Кавказе. Я вообще-то радист. Я прицельный навигационный комплекс, специалист. Причём это очень узкая специальность в военно-воздушных силах. У меня никогда не было солдат. У меня никогда не было, скажем так, бойцов, за которыми надо смотреть, за которых надо нервничать, краснеть перед командованием, или ещё что-то там, хвататься за сердце. Никогда. Я сам себе был командир всегда. То есть у меня был на горбу автомат, окопы, там, скажем, грязище, да, вши, там, всё такое. Пистолет, радиостанция с севшими батарейками. Ну, скажем так, ещё три ракетницы красного цвета. Нет, 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 это когда совсем я всё. У меня даже... Вот так. Да. Ну, грубо говоря, я был сам себе командир. И у нас весь полк такой был. Потому что нас было очень мало, у нас особенность военно-воздушных сил, офицерских должностей много, а солдат там нету. Поэтому, знаете, как гражданская война. Вот один в один капелевцы наступают на позиции Чапаева. Это мы вообще, я смотрю, бог ты мой. Вот какая вещь. Да, время тогда было, но и всё-таки просто времени не так много. Мне кажется, это отдельную можно передачу даже сделать, потому что об этом, к сожалению, как-то вот иногда это превращается, да, в какую-то уже историю другую. Когда люди рассказывают, как это было на самом деле, другая история. Но я хотел бы вот спросить, как военный человек поэтом-то становится в итоге? И потом, мало того, что поэтом, и потом он ещё специализируется на любовной лирике. Вот как это происходит? Как случилось-то? Как строчки начали складываться? Прекрасная дама Светлана, душа и сердце, попросила, так вот меня, говорит, Андрей, мне никто никогда не писал стихов, напиши мне, пожалуйста. А, заказ? Нет, нет. В хорошем смысле? Даже не заказ. Дело в том, что я очень мало пишу прозы, и тогда я тоже не писал, я тогда вообще не писал. И первый стих я написал для неё. Я проснулся, сначала спал, потом пришли на меня коты мои, ходили по мне по голове, я проснулся, блин. Они уже работали. Нет, 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 они просто хотели есть, и меня пытались разбудить, да. Я такой, и они меня сбили. Мне приснился сон, где я пишу стих. Я просыпаюсь, пошёл их кормить, споткнулся там о собаку, потом опять пошёл, и начал записывать, и вдруг получается, что стих классный. А как вы поняли, что классный? Я немножко разбираюсь в литературе, потому что я люблю литературу, я люблю читать, но так получается, что я стараюсь никого не судить. Например, те же, например, стихи у Высоцкого, очень много проходных стихов, но то, что есть, это небеса. Ну, они, может, подготовят для вот там... Возможно, да. Также у Серёги Есенина, он наш человек вообще, у него тоже много проходных стихов, от настроения написанных. Но время от времени попадается такое, у Блока также. То есть я литературу как бы очень уважаю, и уважаю внутренний мир. То есть вы были даже, если можно так сказать, теоретически подготовлены уже к тому, чтобы это всё произошло. Да. Потом я написал второй стих. Это уже само по себе? Или опять же под этим ощущением? Нет, 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 нет. Я тот стих... Выполнил заказ? Да, выполнил. Кстати, как принято было стихотворение? Хорошо? Как бомба термоядерная вообще. То есть это усилило ваши шансы? Хорошо, потом второе, третье. Третье, да. И они оказались, что все с одним хорошим высоким уровнем. И получилось, что я... Это же не просто делишься. Так получается, что ты не делишься, ты даришь кусочек себя. Просто даришь и всё. То есть как энергетика такая определённая. Да, энергетика, которая... Но её же надо же как-то восстанавливать. А восстанавливаем мы после того, как кто-то должен прочесть ваше произведение? И, ну, даже не в том смысле, что там похвалить, но чтобы знать, что ваши стихи ушли куда-то в люди. Ну, первый стих я, например, на картонке написал. Отвёз, вручил. Там, да, другая задача была. Не-не-не, там не было задачи, это был просто подарок. Меня просто попросила Светлана написать ей первый стих в моей жизни. Это очень удачная, хорошая подарок. Когда ты что-то делаешь такое, и вдруг это получилось, это и создаёт вот это вот... А потом? То же самое. Также я стал просто писать и раздаривать стихи. Да. То есть для знакомых, друзей. Да, да, да. Хорошо. Я почему об этом спрашиваю, потому что, ну, давайте говорить, что, честно говоря, я когда-то писал стихи, был такой период, ну, многие пишут там в молодости, кто-то начинает этим заниматься, кстати, потом тоже бросает, а кто-то действительно начинает этим заниматься, даже ещё гораздо позже люди начинают. То есть это как вот, видимо, откуда-то приходят, но всё-таки вы председатель целого клуба люберецких городских поэтов «Старый кот». Я тебе понимаю, почему «Старый кот», потому что прозвучало, всё-таки кошки сыграли историю. Вот вы говорите, они просто так по мне ходили, а мне кажется, что, может быть, это тоже не зря всё происходило. Как поэт, который, в общем-то, ну, неожиданно, да, в вас появился, да, я уж не знаю, вселился, можно так сказать. Или проявился, вот, и вдруг, значит, у вас появилась необходимость ещё создания клуба, то есть найти людей по интересам, как-то, ведь часто поэты-одиночки. Да, почти всегда. Да, и ещё, к тому же, они складывают здесь листочек, здесь, благодаря потом этим листочкам продаются эти стихи через много десятилетий после их ухода. Да, я знаю, как учёт чего, да. Да, вот, и находят потом, и тут и музыкантов можно вспомнить, да, и Баха, и Джона Леннона, которые до сих пор ещё можно что-то найти при желании. Что-то находится, да. Припрятано. Да. Поэтому как вот клуб-то создали? Так получилось, что из-за того, что я работаю в Люберецкой детской больнице, она мне нужна для прекрасного состояния души. Я знаю, что я делаю нужное дело. У меня прекрасный коллектив, прекрасный начальник. Татьяна Николаевна Мельник, Лариса моя, Мальцева, начальница тоже. Они мои друзья. Вы кого знаем, приходили, да. Да, они мои друзья. А кем работаете? Я полуводитель, полкурьер, полу... непонятно что, полу... могу помочь, могу закрою съесть. То есть я занимаюсь там именно хозяйственной деятельностью. Но здесь очень интересный момент. Это рядом с моим квартирой, и это не мешает никак ни моему небольшому бизнесу, который идёт сам по себе. И мне это идёт для стажа. То есть прекрасная атмосфера, прекрасные люди, прекрасные друзья, нужное дело, которым я понимаю, что я занят нужным делом. И получается то, что здесь внутреннее спокойствие как раз накладывается вот и на это. Это один из моих очень важных таких опорных столбов. Насчёт клуба. Ну, скажем так, я устраивал кабинетники. Здесь квартирник, понятие, да. А, кабинетники. Нет, нет, нет. Я работаю не просто водитель. Я им помогаю с документами по прошлым деткам, в нашей администрации в том числе. И в опеке там. И меня просили, почитай, почитай, почитай. Я иногда раздаривал, иногда читал в кабинетах. То есть прихожу туда, как кум королю, все затихли. Я читаю стих. Женский батальон падает в обморок. Все счастливы, да. И я тоже счастлив. И всё нормально. И так получилось, что там тоже Ирина Геннадьевна тоже читала. Ну, свои, все свои люди, понимаете? Мы все свои. И так вот образовалась общность людей, да? Нет, общность, нет. А как? Нет. Ну, так скажем, меня пригласили в российских писателей, там, т-т-т-т-т-т-т-ты. И я достаточно востребованный, скажем так, автор. И вдруг получается, что я понимаю, что очень много авторов есть. И вот... Сталан там, волшебный. И вот тут мы сейчас делаем небольшую паузу. И как, собственно говоря, зародился клуб буквально через несколько минут нашей программе. В программе «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в праздничной новогодней программе Андрей Бабин, председатель клуба люберецких городских поэтов «Старый кот». В первой части мы вот узнали, что, оказывается, из офицера может получиться отличный поэт. И не только поэт, еще человек, который успевает много-много сделать полезных дел для городского округа люберца. И прежде всего, наверное, для себя. Потому что, когда тебе хорошо, всем остальным хорошо. И когда всем остальным хорошо, ты, наверное, чувствуешь себя другим человеком. И все-таки мы остановились на моменте создания клуба. Вы сказали, что вы начали читать стихотворения в, как говорите, кабинетнике. Еще кто-то читал? Нет, никто не читал. Дело в том, что я из-за того, что я и сейчас-то не очень серьезно к этому отношусь. Потому что это дар, а дар – это даром. Даром – это хорошо. Да, поэтому ты даришься, и все. То есть, если не дар, то за деньги. Нет, за деньги – это тоже хорошо. Супердар. Это легче, да. Хорошо. Ну так вот, в чем дело? Очень много авторов было хороших, но они никому не нужны вообще. И так вышло, что почему бы мне не помочь им? Мои друзья. Ведь у нас так получается, что комитет культуры города, Светлана Вадимовна, Катерина Шарова, они молодцы. Они действительно занимаются. Я ведь ни у кого ничего не прошу. Мне предлагают самому помощь. Даже не помощь. Что, Андрей, что тебе нужно? Вот это может быть, вот это. Помещение, репетиционный зал предложили. Еще что-то под безвозмездное пользование. Это очень важный момент. То есть, не вы идете к ним, а они как бы приходят к клубу? Нет, нет, нет. Дело в том, что они… Это в единственном… Из-за того, что я председатель клуба, я мониторю окружающее, скажем так, пространство литературное. Нигде, ни в одном городе такого нет. Нигде. Чтобы где-то, что-то, кому-то. Не просто предложили. Дело не в предложении. Дело в том, что это не участие, это участие именно в восстановлении литературы в России. Понимаете? Участие. Здесь не просто так. Ну, хорошо. А где, вот как вы говорите, мониторите, как вот собираются эти люди, вот эти поэты? Меня ищут. Вас ищут. Да, меня ищут. Вот нашел человек, присылает вам стихотворение. Вы говорите, нормально, пойдет, заходи к нам, да, или как? Не совсем. И так тоже, потому что люди с очень разным уровнем, люди с очень разным образованием, в том числе литературным, авторы очень разные. Но дело в том, что благодаря тому, что комитет культуры оказывает серьезнейшее участие, помощь, я серьезно говорю, настолько это важно. У меня, например, постоянно идут творческие встречи, ну, можно сказать, это творческие поэтические вечера с моими поэтами везде. У меня, например, за декабрь аж шесть запланировано официально во всех, на официальных площадках, библиотеках округа, в библиотеках округа. Это даже не то, что в центральной библиотеке, а именно по городу. Понятно. Вот я вот про членов клуба, где, как вы, это же интересно. Люди приходят, и я предлагаю им с нами выступить. Ну, я занимаюсь таймингом, читаю свои стихи, там идет это все, всегда это прямой эфир, всегда это смотрят потом записи, это все прекрасные люди, люди сотни, сотни, сотни прекрасные, прекрасные люди, все нормально. Которые читатели, слушатели и зрители. Вот автор, когда приходит, мы обычно берем трехчасовой эфир, почти всегда трехчасовой, потому что весенние часовые эфиры, ну, это как бы так. Своя особенность, я всегда иду, да, на встречу. Получает, как человек прочитал свой стих, второй, третий, четвертый, пятый, я его объявил, и потом, после этого, через какое-то время он опять подходит с этой же подборкой. То есть я его приглашаю, так же подхожу, так же объявляю, все нормально. Вторая подборка, третья. Понимаете, так получается, что человек раскрывает свое творчество. Раскрывается сам. У него уходит мандраж ненужный, у него уходит легкая такая, знаете, неуверенность в себе, потому что человек не просто идет, ну, знаете, как в атаку пойти первый раз. Вообще, такое прям, даже не в атаку, просто встать. Просто встать, зная, что вон там, в зеленке, кто-то есть, и он тебя видит. А ты должен просто встать и высунуться. Это прямо как через бетонную стену, поверьте мне. И здесь точно так же. Ну и сколько вот, а потом, вот человек понравилось, все прошло, и он как, подает какие-то, как становится членом клуба? Да, точно так же становится членом клуба сразу, сразу. Дело в том, что те же, например, выступления, да, запланировано, официально все утверждено, например, 4 субботы в 4 разных точках, в том числе в культурном центре Дома офицеров, там все нормально, или там в каком-нибудь еще культурном центре, все. Все, библиотеки, там культурный центр, все, готово. Под меня делают афишу. Я эту афишу рассылаю всем через свои вот эти вот чаты, все дела. И после этого, после этого я лично всех авторов обзваниваю. Потому что кто-то может приехать, а кто-то может не приехать, но будет как раз на удаленке подключаться. Конечно, в некоторых моментах барахлит инет, ну, бывает. Некоторые невозможно подключить, ну, что делать. Но здесь абсолютно проблем нету. Понятно. То есть это постоянная такая работа. Ну, тогда еще один вопрос перед тем, как хотелось бы еще услышать стихотворение в вашем исполнении. А может быть и два, если мы успеем. Вот кто, как у нас бы сказали сейчас, потребители на сегодняшний день, кто слушатели этих стихов? Потому что сами по себе, ну, понятно, когда берут классику, да, все-таки уже наработанное со школы, что-то у человека немножечко так на уровне подсознания работает. Есть специалисты, да, которым стихи, есть люди, которым просто доброе слово или жесткое, или вот такое важное, или может быть даже грубое слово, в зависимости от того, кто какую поэзию любит. Вот. На сегодняшний день, как мне кажется, поэзия возвращается очень так стремительно, причем возвращается не с помощью проверенных, да, поэтов, а новых каких-то форм и так далее. Вот. И кто слушатель, у кого потребность? Если раньше было ощущение, что это люди такого старшего и часто пожилого возраста, то кто сегодня? Да. Самое интересное, я тоже промониторив в ситуацию, заметил, что очень много молодых людей, у нас, например, в нашем клубном движении есть Алина Султангареева, она девочке 17 лет, есть люди среднего возраста, есть люди старшего, ну, там буквально 2-3 человека, которые могут относиться к этому, скажем так, слою наших авторов. В основном это люди среднего возраста и уже стали проявляться люди молодого. И это, это именно я про авторов, теперь про слушателей. Дело в том, что так получилось, что целевая аудитория, которая думающая, которой нравится литература, она сосредоточена как раз в библиотечных сетях. Причем не просто нашего, на меня очень много выходит людей, не просто нашего округа, а именно нашей страны, с разных городов, библиотечные сети. И в культурных центрах там люди совершенно разных возрастов. Понимаете, в культурных центрах там люди пришли за литературой, которой им не хватает жизни, потому что... Ну, это не автор, и не зритель, не читатель, не слушатель, не критик. Да, кто он такой? Это человек, который может тебе помочь. Надо мне какой-то юридический вопрос. Я звоню. А, то есть это уже даже такой клуб по интересам, связанным вот с поэзией. Да, да. Конгломерат. Конгломерат, в том-то и дело. Хорошо. У нас не так много времени, понятна эта история. Вот. Хотелось бы еще одно произведение. Была обещана любовная лирика. Давайте порадуем наших. Я уж не знаю, может, наоборот. Сейчас слеза пойдет, а какую-нибудь грусть обычно поэты любят погрустить. Не надо. Не надо. Ну, давайте. Про нормального парня. Что за стихотворение будет? Короче, знаете, есть такое понятие, да, нормальный парень. Особенно в люберецком исполнении. Само собой. Вообще, прям, да. Ну, в общем, про человека, который пришел и ничего не стесняется. Давайте. Одно из моих самых любимых. Ну? Он что, совсем не понимает или совсем не хочет понимать, что он своей глупой серенадой всему району пятый день мешает спать? Она его совсем-совсем не любит и видела вчера в четвертый раз. А он все так же под балконом будет, с вином, цветами и подарком про запас. А в окнах глупые соседи все смеялись. И глупый муж уже выскакивал с ружьем, надежды таясь с ней. Давным-давно расстались. Но он стоит опять, как призрак под дождем. Но он стоит опять и плачет, задыхаясь. Его душа, как океан святой любви. Она парит вокруг, ее руки касаясь. Для всех волшебным маяком вдали. В его глазах ни пошлости, ни фальши. Нет страсти дикой, похоти огня. Ему не важно, что с ним будет дальше. И так же точно я люблю тебя. Вот, да. Еще к названию хочу опять же прицепиться. Мне вдруг неожиданно вспомнилась замечательный клуб «Кабаре» или как можно по-разному называть. Такой был знаменитый «Бродячая собака». Такое название из 20-х годов, где собирались богемы, музыканты, поэты. И, собственно говоря, всегда появлялись такие необычные названия для некоего, как будто свой круг создавая. Не каждый в круг этот попадал, опять же, как у Высоцкого, о котором мы сегодня тоже вспоминаем. Вот вы же, наверное, получая вот эти стихотворения, понимаете, что поэзия, она же, ну, человек, который занимается поэзией и как автор, иногда как чтец. Иногда чтец не обязательно автор. Да, да, разумеется. Потому что бывает так... У нас тоже целое направление в этом клубе есть в нашем, да. Бывает так, что автор при всем желании должен признать, что чтец сделал из его стихотворения свою какую-то, значит, я должен слышать музыку стихов, музыку слов. Вот, ну, если человек приходит, а вы чувствуете, что, ну, это рифмоплёт, как ему красиво объяснить, парень, извините, вам не к нам. Или вы его оставляете в кругу друзей? Да, я его оставляю в кругу друзей для того, чтобы он в этой атмосфере начинал это чувствовать. Ему можно объяснить, у нас есть критики, да, они объяснят аккуратно, что что-то поправить. Нельзя отталкивать человека, потому что когда человек пришёл и подарил тебе своё доверие, он подарил тебе себя и свою душу и открыл, надо очень аккуратно здесь, осторожно поддержать. Да, но есть искусство, а есть лжеискусство. Есть, есть. Здесь есть как раз второй вот этот вариант. Человек может потихонечку переходить на чтение классиков и читать точно так же с нами. А подучиться немножко может, да? Да, подучиться. Потому что если человек пришёл и готов развиваться, он будет это делать. Ведь, например, из 20 стихов, если получится, ну, как бы, я не себя имею в виду, я себя считаю, что у меня все классные. Потому что я проходных стараюсь не писать. У меня вот такие стопки черновиков, уже почти готовых стихов. А сколько стихов вы написали уже без проходных? Около, ну, 319. 319? 319. Точное число даже есть. Да. И ещё вот такая стопка, которую, возможно, я буду дописывать. Напомню, что у нас в студии Андрей Бабин, председатель клуба Люберецких городских поэтов «Старый кот». Ну, а это была программа «Открытый диалог». Хорошего вам Нового года и читайте хорошие стихи. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова